В новом районе Санкт-Петербурга, у станции метро Проспект Большевиков, на четвертом этаже дома улучшенной планировки, квартира Василия Филипповича Мухина. Скрипка – общепризнанная царица музыки. Она способна издавать такие волшебные, чарующие звуки, что просто трудно объяснить, как так, где эти звуки в такой обычно простой конструктивном отношении деревянной коробке. Это трудно понять. Но, собственно говоря, здесь никакого волшебства и нет. Скрипка есть просто физический резонатор, обладающий большим диапазоном акустических обертонов. И звучит она поэтому так прекрасно. Но дело в том, что с растущим спросом на этот инструмент, производство скрипок из дерева не в состоянии удовлетворить его. Скрипка – очень высокий чувствительный инструмент. И малейшее изменение в качестве материала накладывает свой отпечаток на звук. Ухудшает его или улучшает. Так вот, биологическая разнокачественность материала – основная причина, почему нельзя организовать массовое производство серийным способом. Надо создать однородный материал. Теперь наука и техника в состоянии такой материала, заранее заданными свойствами сделать. И тогда мы совместим технологию шаблонную с материалом уже однородным. Уже тут противоречий не будет. И мы в состоянии выпускать серийным способом скрипки из пластмассы. Василий Филиппович родился в Белоруссии, где скрипка – народный инструмент, как на Руси балалайка. С детства мечтал научиться играть. Но жизнь устроилась по-иному. Уже с 18 лет он, как тогда говорилось, горел на партийной работе, мотаясь по всей стране. И было не до скрипичных экзорсисов. Но инструмент был у Мухина всегда при себе. А выйдя на пенсию, попробовал он своими руками построить скрипку. Разобравшись самостоятельно в законах ее акустики, научился улучшать звучание заурядных фабричных скрипок. И, наконец, пришел к идее использования пластмасс, которую скрипичные мастера определили как абсурдную. Но нашлись и менее консервативные профессионалы. Народный артист России Владимир Овчарок познакомился с Василием Филипповичем давно. Где-то в середине 80-х годов к квартету Танеева обратился Василий Филиппович Мухин с просьбой испробовать его инструменты, сделанные из пенопласта. Когда он принес эти инструменты, мы немножко были удивлены, так сказать, внешним видом этих инструментов, потому что они были совершенно белые, что они привычны ни для скрипок, ни для льтов, ни для велончели. Пошли в большой зал филармонии и устроили там репетицию, чтобы прослушать все эти инструменты. На мой взгляд, вот такие инструменты вполне могли бы конкурировать с фабричными инструментами, которые выпускают в нашей стране. Вот такие инструменты из пенопласта вполне можно было бы изготовлять для детских музыкальных школ, для учащихся, потому что особенно сейчас инструменты страшно дорогие и не всем доступна цена эта. Вашингтон Вашингтон, США Регистр изобретений и интеллектуальной собственности Уважаемый господин Мухин Наша компания предлагает вам предоставить свои идеи тем, кто в них заинтересован К регистру проявляют повышенный интерес фирмы, компаний и корпораций не только США, но и в странах Западной Европы, Юго-Восточной Азии Единственное, что вам надо сделать, направить нам информацию о вашем изобретении. Все дальнейшее – наша забота и совершенно бесплатно для вас. На изложение своих идей у господина Мухина уже не хватило жизни. Через месяц после съемок Василия Филипповича не стало. Главное дело его жизни в нашей стране осталось невостребованным. Самая прекрасная и глубокая эмоция, какую мы испытываем, – это ощущение неизведанного. В ней – источник подлинного знания. Кто не умеет удивляться, того можно считать неродившимся. Это Эйнштейн. Эйнштейн. Эйнштейн Корректор А.Кулакова Эйнштейн Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok